Спасибо большое, Татьяна Юрьевна. Очень всегда приятно принимать участие в этих мероприятиях. И мы перейдем, пожалуй, к теме нашего сегодняшнего вопроса, который очень актуально, особенно если речь идет о HR2-позитивном раке, потому что, если мы посмотрим, то достижение полного патоморфологического регресса сказывается на показателях десятилетней безрецидивной выживаемости по сравнению с отсутствием полного регресса, пожалуй, более радикальным образом, чем при других вариантах рака молочной железы. Поэтому выделение этой категории становится очень актуальным. И, конечно, нужно поговорить о том, на основании чего это происходит и как мы это делаем. Но в целом коэффициент корреляции между полным клиническим ответом и полным патоморфологическим ответом составляет пока 0,6-0,7. Это значит, что способы неморфологической верификации полного регресса на сегодняшний день имеют существенные ограничения, которые заставляют нас выполнять оперативное вмешательство, вас выполнять оперативное вмешательство для того, чтобы оценить детальные, какова степень регресса и достиг ли он полного регресса. И на сегодняшний день морфологическое исследование является стандартом оценки, хотя ситуация динамически меняется. И я думаю, что, возможно, в некотором будущем нам удастся отказаться уже от такого метода оценки патоморфоза. Но пока, когда мы начинаем исследовать этот материал, нам необходима информация для того, чтобы оценка была максимально эффективной и объективной. И здесь мы не можем без помощи наших коллег. Мы иногда бываем просто слепы без нее. И помимо традиционной паспортной части, в направлении, конечно, должно быть указано, каким именно препаратом, какого вида была иниодевантная химиотерапия, какова была ее продолжительность. И, безусловно, должна быть оценена эффективность терапии. То есть как клинически, клинико-рентгенологически оценивается эффективность проведенного предоперационного лечения. А также данные, которые позволяют нам локализовать образование в резидцированной ткани молочной железы для того, чтобы как можно эффективнее его исследовать. Кроме того, конечно, нам нужна информация о предыдущих гистологических исследованиях, объеме вмешательства, а также ряд дополнительных данных, которые позволяют спланировать, в первую очередь, дополнительные тесты. Это информация и о наличии контрлатеральных образований, опухолей других локализаций. Информация, которая позволит заподозрить наличие каких-то наследственных синдромов. Все это связано с тем, что регресс опухолей молочной железы на фоне иниодевантной химиотерапии может быть очень разнородным. Он может быть в виде концентрического сжатия опухолевого узла, когда опухоль просто уменьшается в размерах, практически не изменяя свои плотностные характеристики. Либо это может быть снижение клеточной плотности, которая зачастую происходит неравномерно. И мы видим понижение не только доли опухолевых клеток в пределах опухолевого ложа, но и, возможно, формирование таких резидуальных узелков опухоли в пределах предсуществующих ее границ. Ну и, конечно, то, что нас радует, зачастую это полный морфологический регресс, но осложняется наша работа тем, что он может быть настолько выражен, что мы не находим никаких следов предсуществующей опухоли в том материале, который нам предоставлен для исследования. Здесь, опять же, нам необходима информация и о точной локализации образования, и о его размерах. Эти изменения морфологически в виде полного регресса могут проявляться в том числе микроскопически как с составлением резидуальной ткани в виде фиброза без жизнеспособных опухолевых клеток, так и с полным восстановлением структуры ткани молочной железы, что не позволяет нам заподозрить при отсутствии соответствующей информации даже наличие опухоли в этой зоне. Поэтому здесь, конечно, коллаборация и взаимодействие между патологом и клиницистом имеет очень важное значение в плане оценки, в первую очередь, полного патоморфологического регресса. Вот как это выглядит макроскопически. Здесь пример того, что мы видим опухолевое ложе. Оно зачастую выглядит как такой звёздчатый фиброзный участок. Изменения могут быть минимальными. И на сегодняшний день есть ряд технологий, которые позволяют, опять же, повысить эффективность оценки опухолевого ложа путём маркировки предсуществующей опухоли посредством внедрения в неё рентген-контрастных каких-то образований, клипс или зёрен. Альтернативой может служить маркировка кожи в проекции опухолевого узла. Это, конечно, ситуация не самая оптимальная, потому что в большинстве случаев кожа подвижна относительно опухоли. Но, тем не менее, это уже облегчает существенную работу патологу и позволяет более эффективно, прецизионно исследовать зону опухолевого ложа. Кроме того, мы можем использовать рентгенологические методы. Вот пример использования радиографа уже на удалённой ткани молочной железы. Это, конечно, позволяет, опять же, повысить точность нашей работы, сократить объём исследуемой ткани до прицельного того участка, где мы предполагаем наличие опухоли, даже вне зависимости от того, есть ли там рентгеноконтрастные метки или нет. Ну и исследование этого материала – это не только трудоёмкий, но очень ресурсозатратный вопрос, потому что, как я уже говорила, опухолевая клеточность снижается неравномерно, она может быть неравномерна в разных участках образования, и это требует экстенсивной, расширенной вырезки, забора большого количества фрагментов для того, чтобы объективно оценить не только степень регресса, снижение клеточной плотности, уменьшение опухоли, но и объективно, надёжно констатировать наличие полного морфологического регресса. Что касается рекомендаций по исследованию, то на сегодняшний день образование размером меньше 4 см рекомендуется забирать в кассеты тотально. То есть это порядка 20 кассет необходимо для исследования такого образования. Если же образование больше 4 см, то тогда мы должны исследовать пластину опухоли через каждый сантиметр. То есть весь полный срез берётся в кассеты через каждый сантиметр опухоли либо макроскопически определяемого опухолевого ложа. Что же делать, если мы не определяем макроскопические изменения, мы не видим опухолевое ложе вообще? Здесь, безусловно, нам необходима помощь клиницистов, помощь специалистов лучевой диагностики для того, чтобы попытаться определиться с тем, в какой зоне опухоль располагалась, потому что отсутствие макроскопических изменений не является доказательством отсутствия микроскопической резидуальной опухоли, которая может находиться в фиброзных прослойках, предсуществующих, и давать такую интактную картину макроскопическую. Для того, чтобы объективно констатировать наличие полного регресса, мы, конечно, должны прецизионно исследовать именно ту область, где опухоль находилась до начала лечения. Что касается системы оценки, то глобально есть два подхода. Первый – это бинарный, когда мы констатируем наличие полного регресса либо его отсутствие. Есть сторонники этого подхода. Безусловно, полный регресс ассоциирован с одними показателями выживаемости, отсутствие полного регресса совершенно с другими. Но и информация о степени снижения клеточной плотности, о степени ответа опухоли на проведенную терапию тоже важна, и поэтому есть целый ряд систем более многоступенчатых, которые позволяют оценить эффективность терапии, в том числе в контексте наличия резидуальной опухоли. Что касается конкретных подходов, то если мы их просто перечислим, их больше десяти, они все немножечко отличаются друг от друга. Это разные системы, которые учитывают те или иные признаки, фиброз, некроз, разное количество степеней оценки, разные подходы к учету изменений в лимфатических узлах, к арциному инситу. И тем не менее, на сегодняшний день испытания временем прошли несколько систем. Это ТНМ-система, которая внедрена активно во все локализации. И в молочной железе сейчас очень активно и в контексте клинических исследований, и в практической деятельности используется система РСБ, которая представляет из себя калькулятор. Она предложена МД Андерсон Cancer Center. Это фактически четырехступенчатая система. Первая категория – это полный регресс. И есть три класса частичного регресса. Это РСБ1, 2 и 3. Для оценки этого параметра нам необходимо измерение остаточной опухоли в двух измерениях. С учетом гидрогенности, опять же, изменения плотности и асимметрии возможной опухоли. Кроме того, оценивается клеточная плотность в процентах. Оценивается доля неинвазивного компонента в пределах резидуальной опухоли, а также число пораженных лимфатических узлов и размер наибольшего депозита в лимфатическом узле. Это позволяет нам посчитать индекс и выставить РСБ-класс. Но, как вы видите, эта система имеет свои ограничения, которые, как и у других, имеют место быть. И это средняя часть. Это РСБ-класс 2. Вы видите, насколько гидрогенные ситуации могут попасть в этот класс. Это может быть, с одной стороны, опухоли с очень хорошим локальным ответом по первичной опухоли, но с наличием надальных метастазов. А с другой стороны, это могут быть опухоли с минимальным ответом в первичной опухоли, но со статусом Н0. Это приводит к тому, что, конечно, ни одна из систем на сегодняшний день не может быть использована как золотой стандарт. Кроме того, если мы возьмем РСБ, и сравним его с ТНМ, есть еще одно существенное замечание, которое нужно иметь в виду, потому что оценка размера опухоли и определение опухолевого ложа в разных системах может существенно варьировать. Если мы возьмем систему РСБ, то для нее опухолевое ложе – это расстояние от одного инвазивного фокуса до другого в пределах фиброзного ложа, которое, мы предполагаем, было предсуществующей опухолью, и мы его меряем в двух измерениях, и это соответствующим образом одно измерение. Если же мы возьмем ТНМ, то по определению мы должны измерить максимальный непрерывный опухолевый фокус, которых может быть в пределах опухолевого ложа несколько, если это такой узловой тип регресса. И тогда вы видите, что те измерения, которые мы получаем в определениях РСБ, могут кардинальным образом отличаться от тех линейных параметров, которые мы получаем в терминологии ТНМ. Это может зависеть от типа опухоли и от варианта ее регресса, и это в ряде случаев может приводить к коллизиям в плане стадирования, использования тех или иных размеров в установлении стадии по категории Т. Насколько объективно использовать вот в такой ситуации регресса ТНМ в качестве прогностического параметра, это тоже вопрос. На сегодняшний день однозначного ответа на него нет. Но тем не менее, вот такая ситуация показывает, насколько в каждой из систем оценки патоморфоза имеется большое количество ограничений в тех или иных направлениях. Вот, собственно, определение GCC. Вне зависимости от того, мы в каком контексте находимся, это клиническая стадия, патоморфологическая стадия, либо патоморфологическая стадия после надювантной химиотерапии, мы должны измерять категорию Т как протяженность непрерывного опухолевого фокуса. Кроме того, в системе ТНМ учитывается только количество пораженных лимфатических узлов, в то время как в системе RCB, скажем, учитывается еще и размер депозита. Таким образом, мы приходим к тому, что вот, если мы возьмем три самые частые системы, в том числе, которые в нашем центре используются, то система Miller Pain, это пятиступенчатая система, у нее имеется существенное ограничение, она требует сравнения с препаратом первичного опухоли до начала терапии, и это сравнительное снижение клеточной плотности оценивается по сравнению с первоначальной, то системы RCB и AJCC или ТНМ не требуют сравнения с препаратами первичной опухоли, которые не всегда могут быть доступны, но, как я сказала, у каждой из них есть свои ограничения. И это приводит нас к тому, что более эффективным, более объективным и более разносторонне характеризующим процессы, в том числе ответно на дивантную терапию, может быть только использование одновременно нескольких систем. Это не представляет большой сложности, но, безусловно, все специалисты, которые задействованы в диагностике и лечении таких пациентов, должны понимать, в каких терминах мы существуем, в каких категориях, ковы отличия одной системы от другой, для того, чтобы мы с вами могли говорить на одном языке, и чтобы та информация, которую патолог может оценить и может вложить в свое заключение, была воспринята клиницистом. Спасибо. 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 .